Так, все, вроде получилось. Выбираем отчасти цены. Так, мы что-то начали. А может все-таки... Нет, вот, однородный член. А я думал, мы иероглифы... А, да, мы забыли. Тест. Так, значит, тестик. Сейчас я тебе вышку, да? Чтобы все было по-честному. Купил фрукты и овощи. Ну, тут можно подставить что угодно. Я купил, он купил. Нет. Почему? Ну, Гая тут имеется в виду... О? О нужно? Да, что купил. Купил что? Фрукты и овощи, все правильно. Мороженое, пирожные, конфеты. Пирожные. Кейки-ля. Так. Ну, раз мой везде... Ну, можно к этому... К конфетам можно добавить о кассе. О кассе. Нет. Не распускает. Мо... На конце. Угу. Мама и папа прогуливаются по парку. Тут все просто. Вначале кто, потом где. А, ха-ха. То. Чи-чи. Это не ха-ха. Это коэн. А, это коэн. А, вот, ха. Угу. Куэнни. Сан паучьмас. Угу. Сан паучьмас. Угу. Супермаркет, ты продается яблоки, апельсины и бананы. Угу. Вот это не полный список по этому, но... Угу. 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 в этом магазине продаются юбки платье свитера и так далее он еще что надо добавить нет нет я потом надо тут есть уже надо но это тоже или и и и и посмотрите следовательность Тут у нас бананы, яблоки, апельсин. Давай прочитаем. А зашива, банана, я, ринго, я, оранжи надо, как что-то там. Дайск. Дайск, дайск. Дайск, дайск. Ну, нечто хорошее. И. Угу. Хорошее, неш. И. Котто. Котто. Так? Угу. Ну, не демо, ий, кота, аりました. Угу. Найдем глагол СУРУ. В нужной форме. То холодный, то жаркий. Это какое время? Это вот этот, шимас? Да, шимас. Накупила, помыла, и приготовила вещи. Последовательность, начинай с дари-дари. Купила, где у нас купила? Это. Это. Каттери, каттери, там. Это араттери. Каттери. 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 Прочитаем. Прочитаем. Я пишу, говорю и читаю по-япански. Тоже последователь есть. То есть его. Пишу. Говорю сначала. А я это говорю? Каттери, каттери. Каттери. Говорю. Наситари. И юндари. Нихонго дейшимас. Давай почитаем. Нет, неправильно. Ну, лучше по-японски вначале. Потому что глагол у нас идет в конец. Ну, не совсем в начале. После. Перед подлежащим, может быть, только обстоятельства во имени. Так, правильно. Давай, прочитаем. Атащуа, нихонго дээ. Кайтери. Шиттери. Ханаситари. Ханаситари. Ёму, юндари. Ёндари. Щас. Замечательно. Вот. Выбирай, какая тебе тема близка. А мы же хотели иероглифы. Ну, смотри, как тебе удобнее. Иероглифы или тема. Давайте иероглифы. Почему бы. Давайте иероглифы. Хорошо. Давай иероглифы. Посмотрим в эту сторону. Все. Так. Так, все хорошо. Так, это иероглиф. Вот иероглиф. Я помню, где-то тут дальше короля мыши. Так, это закрывать. Ну, давай повторим. Так. Это у нас глагол входить был, а это открывать. Это акиру, это акиру. Так, это ворота. Вот это токоро. Это токоро. Топор. Ну, дерево срубает токоро. А это ворота ма. И близко. Чикак. Чикак. Ну, давай быстренько повторим. Это прошло с токоро. Это прошло с токоро миф. Это прошло с токоро миф. Нет. Нет, это у меня есть. Токоро миф. Я просто напомню. Это есть. Нет, я просто напоминаю. Да, я понимаю. Чтобы мы сейчас поработали с этим. Мон и кадо. Ну, еще мам может быть. Продолжение следует... Давай вспомним антонимы и синонимы. Выходить, а входить... Иру. Да, а иру. Иру, а иру. Уэ. Ишита. Акеру. Хираку. Акеру. Хираку? Да, тут надо это у нас открывать, а закрывать. Акеру. 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 Да, июнас. Ирари. Левый, а правый будет миги. Миги. Котоко. Женщина. Кодому. Онна. 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 Это про Чичи. 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 Маленький. И рожнобольшой. На букву Д и на букву О. ОКІ. 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 най пути внутри а снаружи как через най пути а снаружи вай или сота давай почитаем цифры дико от кого сколько подождите дико от сколько дикора это так надо уточнить давай пропустим так не будем мать пойдем дальше подождите я ответ на секундочку или гути гути но это мы тоже проходим и посмотри внимательно вот это красота ню а ири или ирэру и ирэру это дэру поэтому дэгучи ирэу поэтому ирэгучи это у нас хока кита поэтому китагучи и динько то есть это у нас входящие так это не входящие это человек человек арты человек арты поэтому население динько но она просто пишется то есть палочка загибаем и внизу завершаем палочкой запиши которая тебе интересна но вот это очень часто встречается особенно в аэропорту ирэгучи дэгучи это только в географии ну или в какой-нибудь передаче динькоу население ну какие-то гути тоже может быть в аэропорту но чаще просто дэгучи или гути дэгучи сэмпэхээгучи и гути ирэгучи и дэгучи и дэгучи и джинькоу джин это человек ко это род то есть человек арты сколько у нас людей в человек артах в принципе да логично боку моку мэ ма ну тут все просто сюда дорисовать срачок и будет понятно что это глазное яблоко тот же принцип вначале я с вами палочка потом загибалочку потом все остальное и японцы в конце замыкают если у них какой-то есть иероглиф с границами то нижнюю границу они замыкают в конце мэ 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 йоцу мэ мэ уэ мэ ищта мэдэци моктэки ну самое интересное мэ 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 потому что это вот именно специально глазом вижу цель это мэ вот таки дословно глазной то есть то что я вижу глазом это моя цель цель моктэки мэ Вообще, мэ это может означать какое-то порядковое чеснительное. Мэ, уэ, то есть тот, кто выше смотрит, у кого глаза выше. Мэ, уэ. Я понял. Ну, превосходящий старший, то есть тот, кто младший, они обычно склоняются ниже, поэтому они смотрят сверху вниз, а старший смотрят снизу вверх. Наоборот, младший они смотрят снизу вверх, а старший они смотрят сверху вниз. Поэтому глаз, который находится над тобой, это старший человек. А я младший, поэтому у меня глаза вниз опускаются автоматически. Вот, и мэ дэ ци, то есть глаз, стоящий глаз, то есть он прямо в глазах стоит. Это очевидно. Мэ дэ ци. Прямо в глаза бросается. Мэ дэ ци. Ну, мы помним, что изучали глаголтацию, стоять. Вот это окрас от него. Мэ дэ ци. То есть стоять в глазах, быть очевидным. И мэ дэ ци это цель. То есть поэм цель, она у нас всегда связана с глазами. То есть то, что мы видим, это наша цель. Если мы цель не видим, то мы к ней не придем. Мэ дэ ци мэ, тут может быть неверный йо, тут может быть и чьи бань мэ, допустим. И чьи бань мэ, это уже первый, самый первый. А почему йо ци мэ, это, нет, я понимаю, йо, это четыре, но почему они сирогли в глаз в четвертом пункте? Ну, они, вот, когда используют... Типа просматривают четвертый пункт? Ну, можно и так запомнить, но вот они, им важно, что когда перечисления, порядковые числительные, то будет мэ, то есть это у них как окончание йо, можно так и запомнить. И ци мэ, тут может быть и чьи бань мэ, допустим. Самый первый, и чьи бань мэ. Ни бань мэ второй. Вот, мэ уэ, то есть превосходящий, а мэ ста, наоборот, нисходящий, то есть ниже стоящий по социальной местнице. Младшим. И мэ дэ ци, быть очевидным, то есть бросаться в глаза, стоять в глазах. Невозможно отрицать, потому что прям... Прям бросается в глаза. Мэ дэ ци. Мэ дэ ци. Я ци мэ, 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 мэ щи, мэ дэ ци. Мэ дэ ци. У нас есть синоним мокку, означает дегево, моку йооби. В данном случае мокку означает не только дегево, но и глаз мокку. Не синоним, а как это правильно сказать, аммоним, звучит одинаково, означает другое немножко, вроде не немножко, а множко, моктыки. Я уже записал. Угу, замечательно, идем дальше, ми-ми, ми-ми или дзи, ми-ми, ми-ми, тут надо запоминать, так не объяснишь. Ну да, я тебя напишу. Так. Миги это будет правое ухо, а Хидри тогда будет левое ухо, да? Да, можно нарисовать человечка, где у него все лапунское. Это ухо, ну, тут второе ухо, но я специально зеркально нарисую, чтобы... Пока без учета черт, тут у него глаз. Ну, в принципе, можно так тоже придумать. Дальше у нас будет нос. Дувать глаза. Нос и кучи. Вот такой у нас полумонстик. Ну, да, в общем-то, да. Ну, тут можно дальше комбинировать. Тут будут плечи, тут будет второе плечо. Ну, это уже фантазия. Так-то, в общем-то, да. Так, где я не хочу, что хотела. А, вот это я не хочу хотела. Мими. Да, Миги-мими. Хидри-мими. Мими-гай-дай. Так можно про любую часть дела сказать. Кучи-гай-дай. Там, то есть, может быть, хана-гай-дай. Ме-гай-дай. Идай – это болит. Это прилагательное. Мими-гай-дай. Ну, не думаю, что мими-гай-дай – очень нужное слово. Хорошо. Не будем на нем зацикливаться. Это какой-то из разряда какой-то очень сложный уроглиф, по-моему. Это философия, вроде чего-то. Это какое-то сложное слово. И уроглиф-то у него тоже очень. А, философия. Ну, самый сложный – это… Сейчас вспомню. Ну, не самый сложный, но из ключей – это… Нет, ничьих пахов. Флейта, по-моему. Флейта? Подлая флейта. Да, есть еще… Я знаю, сложный уроглиф, я знаю. Самый сложный – это особый вид лапши. Но он употребляется только вот теми карманами, которые едят эту лапши. Я знаю, очень сложный уроглиф – ноль. Когда я в первый раз его увидел, я говорю, типа, да это не ноль. Вы меня обманываете. Ну, ноль можно записывать просто буквой… Ну, как буква О. Можно линда. Рен. Тоже ноль. Но вот, когда арабскими записывается, он больше похож на… А можешь пониже опустить? Понижечку опустите. А пониже вот так вот, да? Да. Ну, чтобы там про слова не видно. А, слова наоборот, чтобы видно было, да? Да. Ты знаешь? Это умелый. Джозу я знаю. Да. Она означает, что это прилагательное. То есть после джозу нам можно любое существительное поставить. А если мы говорим вначале существительное, а потом вот через что-то прилагательное, ну, вот, джозу нам, то мы уже пишем без на джозу. Ну, проще сказать. Ваташи-ва джоз здесь. А если мы говорим ваташи-ну ха-ха, нет, наоборот. Ну, да. Ваташи-ну ха-ха джозу-на сакка дэси. Моя мама умелая писательница. Это она. Это она. Тут наоборот. Тут умелый, а тут неумелый. Это она. И негатина. Похожий. Негатина. Да. Это тэ. Тэ. Можно к этому эмоцийку подрисовать эти тэ. Там будет еще юби на конце. Пальцы. Тэ – это вот прям ладонь. Ладонь. Удэ – это рука. Ну, по локоть примерно. А тэ – это ладонь. Чем мы хватаем? Ну, не ладонь, а кисть. Я понял. Да, кисть. Там даже если так посмотреть, то в принципе можно видеть кисть. Ну, тяжело, конечно, но… Да, тут можно увидеть всякие хиромантические штуки. Записки хироманта. Так, идем дальше. Записал, да? Самое главное, я говорю, тэ. Самое важное слово – син, kokoro. Kokoro – это когда отдельно. Kokoro. Kokoro – это когда он вместе с чем-то, например, синдроко. Это орган анатомический синдроко. Будет син. Так. Kokoro – это сердце. Да, это сердце. Ну, на сердце, смотрю, очень похоже. Прям… Ну, если представить, что это… Там сразу видно сердце. А как там сердце не увидеть? Артерии. Ну, вернее, перегородка. Вот это сердце, если представить. Или разбитое сердце, представить. Ну… Что-то можно мы дарить сердцем. Вот так вот, например. Ай. Вот так вот, например. Син, kokoro. Похоже на сердце? То, что у меня… Ну, да, сейчас похоже на сердце. Вот. Но мы дарить можно по-любому. Было бы желание. Kokoro. Kokoro – это вот… Ну, у японцев это больше не сердце, это… Ну, как у европейцев, больше душа, больше внутренняя убивность. Вот такое. Ну, то есть… Какая-то нематериальная субстанция, которая у нас живет и передает эмоции, и наши мысли, помыслы, стремления. Kokoro. 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 Кокoro. Удобный. Kokoro. Kokoro. Аншинсиру – беспокоиться. То есть это… Ан – это наоборот, спокойствие и гармония. Ахина – это сердце. То есть, когда сердце в гармонии, оно успокаивается. Аншинсиру. Ахинпай – это наоборот. Беспокоиться. Синпай. Покой. Сердце в покое, а тут сердце в беспокое. Синпай. Синпай. Да. И чюсин – это середина, то есть в середине сердца. В сердце чего-то. В центре чего-то. Ну и давай, как у нас в практиках, как обычно. Давай вспомним, как будет рот. Так, рот будет кути. Да, кути. Да, кути. Глаз. Мэ. Мэ. Ухо. Ухо будет мими. Мими. И рука? Те. Те. И сердце. Сердце. Ко. Ко. Ко-ко. Ко-ко. Давай споем песенку, так быстрее запомниться. Где я? Вот я. Ну, для этого, конечно, лучше вставать. И так. Я себя не вижу. Сейчас я улечу. О, вас видно. Да, да. Атамаката хиза аси, хиза аси. Хиза – это у нас колени. А аси – это ступни. Атамаката хиза аси, хиза аси. Не то мими, то кучи, то кучи, то хана. Атамаката хиза аси, хиза аси. Давай сделаем. Зарядку. Немножко. Не надо. Не надо. Я вставать просто не хочу. Атамаката хиза аси, хиза аси. Атамаката хиза аси. Ну, я не успею. Давай, давай. Я понял. Атамаката хиза аси, хиза аси. Ме то мими, то кучи, то хана. Атамаката хиза аси, хиза аси. А я тебе скину этот мультик. Я думаю, тебе понравится. Выучишь. Быстро. У меня даже дети пяти лет выучивают. Так что все хорошо. Дальше. Давай вспомним. Как будет левое ухо? Левое ухо будет мими-даре. Хидри. Мими-даре. Мими-хидри. Хидри-мими. Хидри-мими, да. Да, как будет успокоиться. Нам надо вставить сюда сердце. Сердце у нас будет. Акшерс будет. Успокоиться. Как все? Успокоиться. Успокоиться. Узбогойся. Успокоиться. Будет ан-син-сю-рю. Ан-син-сю-рю. А, блин, другое. Я не туда посмотрел. Идем дальше. Низший по положению будет вниз, глаза вниз. Тот, кто смотрит глазами вниз, он низший по положению. Так, глазами вниз. Вернее, вниз глазами, если это слово. Мечта. Мечта. Все правильно. И вход. Вход как будет. Входить в рот. В отверстие. Или гучи. Или гучи, да. Входное отверстие. Высший по положению. Тот, кто смотрит сверху вниз. Глаза у него вверх. Так, кто смотрит вверх. Мэуэ. Да, Мэуэ. Население. Это у нас народ, люди, человек. Это будет кучи джин. Наоборот, джин-ко. А, джин-ко. А, джин-ко. Джин-ко. И трюк-фокус. Тэ-джина. 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 Дальше. Северный выход. Только не кичи, а что там описано. А, китадеку? Деку-чи? Да, китадеку-чи. Да, китадеку-чи. Просто гучи. Без выхода. Просто северный ход. И выход. Ты уже сказал. Так, выход. Выход. Это деку-чи. Деку-чи. Дальше. Страдать ушами. Ушной болью. А, мими-га-ит-тай. А, мими-га-ит-тай. Быть очевидным. Бросаться в глаза. Стоять в глазах. Мэ-э-да. Да, а дальше. Мэ-да-ц. 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 У-мелый. У-мелый. Мелый. А, джи. Джозу. Джозу. Да, джозу, да. У-мелый. Сентр. Сентр? Да. В середине сердца. В середине сердца. Ну, в середине будет чу, чу, так как в слове чугоку. Середина земля, Китай. Ну, и не только Китай, но и префектура в Японии тоже чугоку называется. Поэтому в Японии есть свой Китай. Чу-син. Чу-син. У нас была ан-син. Цю-рю. То есть, успокоиться. Вот син. А тут чу-син. Правое ухо. Было левое, сейчас правое. Сначала правое, а потом ухо. А, так, левое, а правое, правое ухо. Правое. Это будет мими. Сначала правое, а потом… А, миги и мими. Миги и мими. Угу. Неумелый, неуклюжий. Это антонимы. Ой, джозу. Джозу – это наоборот умелый, а неумелый. Неумелый. Я забыл. Это на. Это на. Да, там пишется тоже вниз, ну, то есть иероглиф «ста», и он уже читается как «хе», иероглиф «рука», «те», «хетана». Джозу – это наоборот рука вверх, а «хетана» рука вниз. Руки опускаются, ничего не хочется делать, поэтому он неумелый. А когда у нас получается, мы наоборот поднимаем руки вверх, кайчимура. Да. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Давай, прочитаем и вставим. Ну, по крайней мере, скажем, что там должно быть. Чем мы слушаем радио? А, мими. Мими, угу. Корео-де «енпицу»-о-мо-ки-масу. Угу. «енпицу»-это. «енпицу»-десу. А карандаш? Здесь нужна «та», а «те». «Enпицу»-о- 안пицу. «Эй, прочитаем». «Коде». Оном помните. «Тебе». «енпицу»-оому. А, мигеме, 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 ну да, коре де урэйши кимочи о канжимасу. А это что? Так, чем мы чувствуем радость? Да, радость. Как мы ощущаем? Через что? Через мозг? Ну, через мозг, это мы и сейчас вырвались через мозг, а раньше, ну, на самом деле и через этот орган тоже проходит волна такая. Я рада все равно через мозг. Что у нас с эмоциями связано чаще всего? Мозг. Ну, а в искусстве давай тогда с этой стороны пойдем. Глаза и руки. Да я понял, там сердце. Кокоро. Кокоро. Угу. Замечательно. Вот несколько фамилий, давай их переведем. Ямагучи. Ямагучи. Да. Горород. Ну, можно сказать, пещера. Кокоро. Ковагучи. 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 Ковагучи это уже кусти будет. Кусти. Угу. идем дальше это храм нам это понадобится когда мы будем изучать слово время пока маленькими шажками попасть у нас закончился урок у нас закончился кое-что я хочу тебя попросить сказать несколько слов сейчас я запись кучу так вот он так здесь училась да почти включилась вот она вот ответ на эти вопросы пока подумай а я сейчас включу запись так я не показываю да нет пока ничего не происходит вот так я сейчас кончу запись видно да да а я чуть записывать похоже я записываю так давай вот так вот сделаем паузу запись вот ответ на эти вопросы что ты сегодня узнал что было интересно что было трудно может быть что понял что теперь можешь что почувствовал что поймал сегодня я узнал по многому основные иероглифы и слова которые которые в основном лица то что на голове находится глаза уши рот интересно были вспомогательные слова то есть которые имеют себе эти иероглифы было интересно было трудно было трудно но трудно в основном не слава сердце но хоть непонятно для меня понятно я понял что что на большинство случаев если иероглиф связки другим иероглифом то может вообще ничего не значить это совсем будет иметь другой смысл я научился 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 выговаривать научился уговаривать и иероглифы. Вот, вроде бы. Что удивило, может быть, что... Ну, для жизни сегодня мы особо ничего не изучали. Что, может быть, захотелось? Удивили, обысканно. Мне захотелось еще больше поехать в Японию. Чем-то удивился? Ну, некоторые слова все-таки удивляли. Хорошо. Ну, вот. Такой вот урок у нас был. Спасибо за такую активность. И тогда до следующего раза. Сеонара, Матаны! Сеонара! Ой, я лайк поставил. До встречи! До встречи! Продолжение следует...